Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Добрый вечер. По интернету разлетаются кадры пожара на свечном заводе в Финляндии. Сегодня в городе Сало загорелось здание фабрики, которая является крупным поставщиком свечей. Предприятие занимает 10 тысяч квадратных метров территории. Ситуация осложнилась тем, что парафин нельзя тушить водой. Из-за сильного задымления и едкого запаха части жителей города пришлось эвакуировать. Остальных попросили не выходить на улицу. Причины пожара устанавливаются. Интернет-пользователи обсуждают странные случаи с самолетом авиакомпании «ЮТЕЙР». Пассажиры рейса «Вена-Москва» прилетели в Домодедово вместо Внуково. Как сообщает издание «Лайфрус», сначала пассажирам сказали, что аэропорт закрыт по техническим причинам. Люди решили проверить информацию и выяснилось, что другие самолеты спокойно приземляются во Внуково. В видео, которое было снято на борту лайнера, пассажиры высказывают мнение, что в самолете просто закончилось топливо. В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что из-за перегруженности воздушного пространства рейс был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедово. Затем самолет прилетел во Внуково для планового завершения рейса. Кировчан возмутило поведение водителя одного из городских автобусов. В паблике «Злой кировчанин» появилось видео, на котором пазик 9 маршрута едет по встречной полосе. При этом в салоне автобуса находятся пассажиры. В комментариях некоторые подписчики начали шутить, что у кировских водителей общественного транспорта свои правила дорожного движения. Но большинство все-таки сошлось на мнении, что несмотря на плотные графики, непростую ситуацию на дорогах водители городских автобусов несут ответственность за жизнь других людей. Поэтому нарушитель должен быть наказан. И, наконец, кировская полиция разыскивает похитителей алкоголя. Кража произошла на днях в одном из магазинов на улице Лепсе. Мужчины и женщины, которых зафиксировала камера видеонаблюдения, спрятали под одежду бутылку дорогого алкоголя, после чего, минуя кассу, покинули магазин. Всех, кто узнал данных людей, просят позвонить в полицию. У меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok